и сравним, как он вырос. Прекрасно просто дает лист за листом. Небольшой спойлер к видеодневнику. Пам-пам-пам на мои цветочки. Привет! Как понятно, по названию, по обложке. В этом видео я хочу показать вам свои любимые растения, любимчики. Конечно же, я люблю практически все свои растения. Это и так понятно, но согласитесь, у всех у нас есть такие, над которыми ты вот над каждым листочком стоишь, смотришь, а есть там у тебя что-то новенькое, любуешься и по 25 раз в день приходишь за день. А есть такие, которые ты тоже любишь, но ты восхищаешься в целом их ростом, в целом как они выглядят, но нет такого, чтобы ты возле них ходил и ходил и с нетерпением там от них чего-то ждал. Вот, в этом видео будут первые. И начать хочу с красавчика рядом со мной, которого я везде пытаюсь показать в видео, так или иначе. Это Адиантум Венерин волос. Он шикарный, шикарный просто. Он такой и нежный, и густой, безумно быстро раскручивает новые ваи. Честное слово, я его опрыскиваю, наверное, по 30 раз в день. Не то, чтобы это было ему необходимо. У меня в комнате стоит увлажнитель, даже летом, который увлажняет здесь воздух. Это нужно мне. Это нужно мне. У меня, я не знаю, какой-то вид удовольствия стоять и опрыскивать Адиантум. В своих видео я не раз говорила, что хорошо, что мне попадались видео о нем и о фитильном поливе до того, как я его завела. В связи с чем он у меня сразу системой фитильного полива и не было отсушено ни одной ваи. И очень много, очень быстро раскручиваются новых. Слушайте, интересно даже сравнить. Я купила его в апреле. Такой достаточно крупной деткой. Не сказать, что он был из трех ваичек. Нет. Давайте я здесь как-нибудь смещусь. И посмотрим вырезку из того видео, где я показывала новиночки. И сравним, как он вырос. Потому что я не помню. Я вижу, что у него распускается очень много ваи постоянно одновременно. Но для меня его перемены постепенно, особенно из-за того, что я часто возле него. Это знаете, как ты не очень замечаешь, как растут собственные дети, пока не посмотришь фотографию двухмесячной давности. И такой думаешь, что? Она что уже? Ну, в моем случае она, дочка. Она что уже так выросла? Вот с ним такие же ощущения, я думаю. Потому что я не вижу, чтобы он вырос. Но вижу постоянное бесконечное количество улиточек, которые он распускает. Наверное, мне кажется. Очень его люблю. Ну, какие тут могут быть слова? Посмотрите, какой шикарный. Следующий. Монстера Минт. Тут, по-моему, слова излишни. Любители Монстера в арегатных разных составляющих меня поймут. Очень красиво. Я рассказывала. Есть фулл Минт. Белая такая Монстера, которая окрашена штришками полностью. Вот как вот эта часть. А я мечтала именно о Минт. Меня безумно завораживают вот эти вот сочетания зеленых частей. И вот этих вот белых со штрихом. И всяких переходных зон. Очень красиво. И это, наверное, единственное пока что дорогое растение в моей коллекции, которое мне приносит только удовольствие. Потому что со всеми остальными в основном какая-то нервозность. Например, у меня есть филадендрон карамель марбл, которая ушла в зелень. Я очень нервничала. Отпилила макушку. Эта макушка только-только укоренилась. Хотя обстригла я ее в начале апреля, по-моему. Низ пробуждает точки. Но вот одна пока тоже не варегатная. Короче, вы должны понимать, если вы мечтали когда-нибудь о карамели, о варегатной карамели. Представьте, что она у вас появилась и сразу же стала зеленой. Это ужасно. Нервы, нервы. Потом филадендрон блэк кардинал. У него то ровненькие листья, то неровненькие. Когда он дает неровненькие, я нервничаю. А монстера, она прекрасна. Она просто мне приносит удовольствие. Для меня ее окрас идеален. Идеальное соотношение зеленых частей, переходных и белых со штришком. У нее очень-очень плотный лист. И она вообще не склонна портить вот эти свои белые части. За все время у меня на одном из нижних листов уже его нет. После доставки ее ко мне зимой образовалась пятнышко. И все. И на этом больше ни разу нигде ничего не повторялось. Ну, это я так, вы знаете, у желтых монстер вот есть, например, склонность вот отсушивать вот эти варегатные части. Тут такого нет, к счастью. Прекрасная монстера. Очень-очень ее люблю. Одна из любимейших моих аллоказий. Аллоказия коразон. Я очень часто ее тоже снимаю. Для роликов, для телеграм-канала, по-моему. Все время восторгаюсь ее листьями. И знаете, помимо того, что это очень красивая аллоказия, она еще и беспроблемная. Она у меня без проблем росла в обычном грунте. Просто, когда я все растения переводила на минеральный грунт, на фитильный полив, ее тоже перевела. У нее очень крупный серебряный лист. У меня, в принципе, еще молодая аллоказия. Так вот, у меня есть последний листочек перед фитильным поливом, который она давала. То есть, вот таких вот взрослых листов у нее вот пока что четыре. И они еще будут укрупняться, насколько я знаю. А красоты она просто безумной. У взрослого листа ощущение, что на зеленый лист приклеили серебряную матовую пленку. Как бы сквозь эту матовую пленку проглядывает светлая зелень. Очень красиво. Аллоказия не склонна портить листья. Вообще, я не могу вспомнить, чтобы с ней были какие-то проблемы. Прекрасно просто дает лист за листом. Я постоянно возле нее, я постоянно разглядываю ее листья. Ну, красивые, расскажите. Следующее растение. Это одна из последних новиночек. Калладиум. И пока что я им любуюсь больше, чем остальными. Потому что у него уже более-менее похожие листья. Я купила похожие листья на их взрослую версию. Я купила три деточки. И вот другие две еще совсем малышки. Хотя вот за них я на самом деле провожу времени не меньше. Это как раз тот калладиум, который оказался подгнивший. Если кто за него волновался. У него дела обстоят хорошо. Идут активно и новые листочки. И наращиваются корни. Я говорила, что больше калладиумов в этом сезоне покупать не буду. Потому что хочу потренироваться со спячкой. Но потом я узнала, что маленькие калладиумы спячки не отправляют. Что они должны нарастить клубень. Поэтому и зимой они тоже так же растут. Только уже под освещениями, под лампами, под увлажнителем. У меня все условия есть. Поэтому я обрадовалась и снова смотрю на калладиумы. Меня они завораживают. Они какие-то нереальные все. Если их еще и много. Я вот смотрю видео у людей с их коллекциями. Когда их много смотришь, думаешь, как вообще, как природа их создала. Ну, думаю, там какие-то сорта не даже в природе дела, а в людях. Но все равно невозможно. Они как с другой планеты какие-то. Вот у этого калладиума по сорту. Большие белые листья с розовыми крапинками, конфетками. И с зелеными прожилками. Вот это вот молодой лист. Он, видите, более зеленый. Вот этот уже постарше. Следующий, я думаю, будет еще больше, еще белее. Мне нравится. Тоже постоянно возле него нахожусь. А еще неожиданно приятный такой на ощупь. Знаете, когда на видео смотришь. По крайней мере, когда я смотрела на видео у других людей на калладиумы, я не могла представить, что они такие. Они на самом деле как кожаные. Знаете, как такая гладкая кожа. И если их опрыскивать, вода прямо капельками на них собирается. Почему-то, когда я смотрела видео, я представляла их другими. Еще одна лаказия, после которой я провожу очень много времени, это лаказия махарани. Она очень хорошо среагировала на фитильный полив. А в обычном грунте я конкретно ее засушивала, потому что у меня был страх с аллаказиями их перелить. И вот были проблемы с просушкой. Махарани стояла все время с закрученными листьями, треугольничком. Знаете, такие, прямо скрученные валиком. Вот на фитильном поливе она у меня расцвела. Сейчас распускается новый листочек. У него, знаете, такая розоватая, прямо изнанка листа. Очень приятная. Мне кажется, я просто в течение дня, бывает, подхожу, там в своих мыслях, возле нее стою и трогаю ее. Очень она текстурная, такая пупырчатая, красавица. Почему-то, когда я говорю о любимых растениях, у меня рот прямо слюнями наполняется. Мне хочется съесть от того, как я их люблю. Такой же, кстати, с собаками. Ну и с ребенком. Разумеется. Вот это же ощущение с любимчиками. Вот я рассказываю, как я ее трогаю прямо. И следующее растение, которое наконец-то меня радует, потому что долгий был путь к этому, это амидриум спайдермен блю. Вот такой он красавец у меня. Наконец-то начал расти. И вот, видите, разрезал листочек. Я уже где-то показывала видео. Давайте здесь еще раз. Такой, какой он вообще должен вырасти. Такой. Его еще называют монстерой, но это амидриум. Он вырастает не совсем такой большой, как монстера. Ну, неважно. У меня очень долго укоренялись эти череночки, я рассказывала. И их получилось укоренить только сразу в грунте. В воде нет, во мху нет. В грунте да. Вот они, наконец, пошли в рост. Оба. Тут два череночка сидит. Здесь немножко отстает. Очень интересно, как он дорастет до конца опоры. Да, долго-долго пытался укорениться. Долго-долго при этом пытался сгнить несколько раз. Я у него удаляла какие-то части. И до здоровых частей. И обрабатывала фунгицидом. Большой у нас путь. Получается, череночки я себе подарила на день рождения. То есть в декабре. 12 декабря у меня день рождения. Но для меня его текстура и цвет, они идеальны. Я просто очень красивый. А если получится дорастить до взрослого состояния, то вообще просто разбитое сердечко. Следующее растение это хоя. Хоя карноза триколор. Считается достаточно обыкновенной хоей. Но вот когда я думала, что вообще покажу в этом видео, я поняла, что в течение дня я постоянно к ней подхожу. Тоже в нее залипаю и трогаю. У нее, знаете, изнанка такая немного как замшевая, что ли. Мне нравится в ней все. И то, как она растет, как она выглядит. Вот эти вот окрасы ее листочков. Окрас при этом самой лианы. Той, которая что новая, розоватая. Видите такой. И да, я точно могу сказать, что это одно вообще из самых любимых растений в коллекции. Ой, в принципе, интересны сами по себе. Разнообразие вообще листьев у сорта. То, как они растут. Как их формировать. И цветение тоже. Хоя мне понравилась. Весьма рекомендую. Вообще самое беспроблемное растение в плане и поиска, и ухода. Мне кажется, на авито обычные карнозы триколора. Завались предложений. И по цене они достаточно бюджетные. Очень симпатично. Очень рекомендую. И еще одна хоечка. Хоя Краситепилата Сплэш. Надеюсь, правильное название произнесла. Очень мне она нравится. Я постоянно любуюсь появлением новеньких листочков. Их деформация. Я уже тоже подробно показывала в видео. И не раз, что сначала появляются такие палочки. Потом неправильные формы листы. Постепенно приходят к такому большому круглому. Мне нравится, что я у нее сделала такую форму. Немножечко неправильную. По форме несимметричную. Меня это прямо завораживает. Сами листья. Вот этот вот их сплэш серо-зеленого цвета. Форма этих листьев. В общем, нравится в ней все. Филодендрон Ред Эмеральд. Он очень хорошо разросся на опоре. Хотя дошел еще только... Даже до середины опоры еще не дошел. Им я тоже любуюсь. И постоянно, постоянно одна и та же история. Знаете, вот Филодендрон, когда свой этот листочек выпускает. Часто-то он делает так коряво и неуклюже, что кажется, что ему надо помочь. Лезешь, помогаешь и вредишь. Где у меня? Вот здесь у меня надорванный листочек. Вот здесь я порвала листочек. Каждый раз я клянусь себе, что больше не буду трогать вот эту вот штучку. Что я не полезу ему помогать. И каждый раз он будто бы застревает. Я лезу и врежу ему. Но вообще, конечно, очень красивый Филодендрон. Видите, если свет размещен сбоку, у него листочки начинают так располагаться, что закрывают с собой опору. А в моем случае, белые стены вокруг, вот эту верхнюю часть опоры и не видно. Этот Филодендрон беспроблемный, эффектный. Очень интересно, какой он вообще дорастет до верха. И далее я буду его всю его жизнь содержать на опоре. Обстригать макушку, снова сажать и снова растить до верха следующие опоры. А это, друзья, небольшой спойлер к видеодневнику. Один из моих новеньких кратончиков. Название сейчас подписано на экране. Кратон из Таиланда. Я вообще вокруг них верчусь постоянно. По 35 раз в день прихожу. Сейчас здесь быстренько покажу. И убегу, потому что он еще на карантине. Убегу его относить, я имею в виду. Очень не люблю растения, которые новые, которые на карантине, заносить в это помещение. Мне кажется, что если они чем-то заразны, то это все просто так пам-пам-пам на мои цветочки. Невероятно красивый кратон. Я его когда по фотографии выбирала, не представляла, что оно будет... Я думала, что оно будет делать меня счастливым, это растение, но чтоб настолько. Очень, очень я им любуюсь. Очень мне нравится вот этот вот его листочек. Давайте, пока я говорю, будет фотография его сорта. Очень нравится мне вот этот его листочек. Он идет у оставания широкий, потом сужается, сужается, переходит в ниточку, и снова как деточка на ней листочек. Боже, какой он красивый! Я безумно им любуюсь. Это уже однозначно одно из любимейших растений в коллекции. Жду не дождусь, когда оно перейдет уже сюда же, когда адаптируется, когда закончится у него карантин. Ой, какой красивый! Еще, конечно, в прошлом видео, вы видели, я распаковывала посылку от тети. И уже много любимчиков там. Но пока что они все в отдельной комнате находятся. И, в принципе, недавно мы с вами на них смотрели. И еще быстренько по повторам. То есть, у меня выходило уже видео о любимых растениях 4 или 5 месяцев назад. И некоторые я не могу снова ни показать, ни озвучить. Монстера тайское созвездие. Невероятной красоты растения. Очень люблю монстеры. И, в принципе, мне кажется, каждая из них может быть в любимых. Недолюбливала я только желтую, но я же ее и погубила. Сингониум клубличный лед. Давно не показывала. Потому что сингониум проходил процесс формирования. Видите, я его расчеренковала на 3 части. Все 3 части укоренились, дают новые листочки. И в скором времени будет очень-очень пышный кустик. Им по-прежнему я подхожу и любуюсь каждым новым распускающимся листочком. Особенно, когда это какое-то невероятное соотношение розового и зеленого. Очень красивое растение. Этот листочек отгибаю. Он один из оставшихся старых высоких. Но его надо уже удалять скоро. Я просто жду, чтобы он все силы, какие смог, забрал и отдал черенкам ниже. Это получается листочек на пне. А из пня сейчас идет три ветки. Забавно, кстати. Я же вообще, почему макушку так рано срубила и пересадила? Потому что она у меня ушла в розовый. А розовые листы, когда они чисто вот этого белого-розового цвета, они вообще недолговечны. У меня на макушке все время держалось максимум три листа. Предыдущие сбрасывались. И я порезала в надежде пробудить точки ниже, чтобы они какие-то зеленцой пошли. Но посмотрите, все три веточки, вот раз, это одна вот веточка отдельная, они белорозовые. И вот здесь, вот здесь две веточки. Тоже обе полностью белорозовые. Ну, не получилось, но я уже оставлю так, точно больше рубить не буду. Тем более, что у меня здесь есть уже череночки боковые, видите, с зеленцой, где хорошее соотношение и розового, и зеленого. Так что растения я сберегу, сохраню. Думаю, получится эффектно уже через пару месяцев, потому что они все в активном росте, кроме макушки. Макушечный черенок пока как-то не спешит. Он точно укоренился, я видела ее корни. Выпустил даже один листочек, но что-то замер. Возможно, его подавляют вот эти его соседние части, братья, сестры. Циндапсус Жаде Сатин Варегатный. По-прежнему любимый, самый мой беспроблемный, беспроблемный циндапсус. Я невероятно любуюсь его листьями. Он, как я говорила ранее, полностью закрыл мое желание в арегатных циндапсусах. И по-прежнему других мне и не хочется. Очень он красивый. Я же его уже причем черенковала. Он пробудил несколько точек роста. Невероятный. Кротон Мами, который мы с вами черенковали, тоже по-прежнему один из любимейших растений в коллекции. Надо его, кстати, полить. Очень легкий субстрат. Оставлю его здесь. Сейчас, видите, хорошенечко разветвился. Не видно вообще уже срез. Желтые листики сверху, так всегда, у молодого растения с возрастом... У молодого растения... У молодых листьев всегда такая история, что они сначала красятся в желтый и с возрастом краснеют. То есть это тоже все будет в будущем красным. И последнее, кого хочу сегодня показать. Это уже не повтор, я забыла. Это вот один тоже из новеньких. Это Philodendron Red Moon. Я его заказывала в закупке. Практически сразу перевела на фитиль. И он отреагировал совершенно замечательно. И очень активно растет. Если вы являетесь постоянными зрителями моего канала, я думаю, вы сейчас видите разницу. Я показывала его всего с несколькими листочками буквально недавно. Ну, еще скоростью густота такая, потому что, как я говорила, у него две макушки. То есть здесь не два растения, а одно растение разветвляется на две макушки. Видимо, что-то случилось с точкой роста, и он раздвоился. Так бывает, вы знаете, вот как мы специально прищипываем, а бывает, что точка роста сгнивает или отсушивается, и он сам разветвляется. Я не раз говорила, что очень люблю Philodendron, и им тоже любуюсь невероятно. На этом все. Честно говоря, я не считала в этот раз растения и не пыталась себя ограничивать, как в предыдущем видео. Просто решила показать честно, возле кого я сейчас провожу больше всего времени и кто меня очень радует. Знаете, это прямо как будто бы физически приятно на них смотреть. Напишите в комментариях, какие у вас сейчас любимые растения, кто их радует вас и почему. Листья, варегатность, не знаю, какие-то самые любимые и любимые. А я на этом буду прощаться. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Ну все, всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok